Повреждений черепа нет. У больной все признаки сотрясения мозга. Она жалуется на тошноту, рвоту, головную боль. Прошу вас. Ранение было нанесено ударом тупого орудия, в результате чего раненая потеряла много крови. В момент нанесения удара она, вероятно, успела отклонить голову, поэтому удар получился скользящим. А если б не успела? Тогда вряд ли бы ее довезли. Кроме раны нет других следов насилия? С раненой срывали часы, и вот здесь на запястье у нее ссадина. Ясно. Пока она спит, мне бы хотелось осмотреть ее вещи. Валя. Да-да. Проводи товарища в камеру хранения. 35 копеек. Железнодорожный билет. Владивосток, Москва. Нитки не перетерлись, а явно оборваны. И оборваны недавно. Концы еще не разлохматились. Возможно, пуговица оторвалась, когда Укладова боролась с шофером и осталась в машине. А может быть, она оторвалась еще в поезде. Больные проснулись? Вы можете поговорить с Укладовой? Я передам. Только, пожалуйста, недолго. Хорошо. Здрасте. Московское время 7 часов 5 минут. Здравствуйте. Здравствуйте. Калина Семеновна, к вам пришли. Я следователь по вашему делу, Сергей Петрович Митин. Я хочу поговорить с вами. Негостеприимно вас. Москва встретила. Москва тут ни при чем. Плохие люди везде есть. Может быть, нужно сообщить вашим родным о том, что с вами произошло? В прошлом году мой муж умер. А детей у меня нет. Простите. Вы можете рассказать, что с вами ночью произошло? У меня к вам просьба. Да. Нам нужны отпечатки пальцев укладывай. А вы что, ее подозреваете? Ни в коем случае. Просто, когда мы задержим грабителя, у него могут оказаться вещи с отпечатками. Укладывай. Ну, там, зеркальце, часы, пудреница. Мы, конечно, могли бы попросить Укладыву дать отпечатки. Но, знаете, обидится, начнет нервничать. К этому очень многие относятся с предубеждением. Да, пожалуй, мне бы это тоже не понравилось. Ну, вот видите. Пусть няня или сестра даст укладывай лекарство в Минзурке, на тарелочке или на подносе, и к Минзурке не прикасается. Вы не помните номер машины? Нет. А цвет? Обыкновенный. Хотя, погодите, насчет номера. Последние цифры 37. Почему вы запомнили только последние цифры? Действительно, почему? Так остальные цифры номера были завешены тряпкой. Какой номер вы имеете в виду? Ну, тот номер, который на щитке правее водителя. Откуда там тряпка? А когда я садилась, водитель протирал стекло. А потом тряпку бросил на щиток. Прямо перед вами? Я же села с чемоданом сзади. Выпейте, пожалуйста, микстуру. Значит, тряпка случайно свесилась на номер и прикрыла его? Да. А может быть, не случайно? Ну, хитрюка. Значит, по-вашему, он специально положил тряпку, чтобы я не заметила номер. А вы бы узнали водителя, если б случайно встретили его? Еще бы. Он как живой перед глазами. Молотком замахнулся, запомнишь. А ваш сон был одет? К чем-то темным. Не то в пиджаке, не то в куртке. Фуражка с этим вот, со значком. Крепкий, среднего роста. Лет 30 и не больше. Особые приметы какие-нибудь есть? Что значит особые? Ну, например, родинка, усы, шрам на лице, например. Нет, усов у него нет. Да вот еще. Мне показалось, что он простуженный. Почему вы так решили? У него горло было обвязано. Бинтом? Может быть, бинтом, может быть, платком. Я не разглядела. Вот бантюга. Вещи жалко, деньги. Сколько у вас было денег? В чемодане 700 рублей, а в сумочке около 100. А мог он почему-либо подумать, что у вас с собой более крупная сумма? Припомните, о чем вы с ним говорили? Да ни о чем таком. Правда, я поинтересовалась, трудно ли машину в Москве купить. Меня товарищи просили узнать. А он, наверное, подумал, что у меня с собой деньги на машину. Дурак. Самое главное, паспорт украл. Путевку. Насчет паспорта не беспокойтесь. Выдадим справку, что паспорт похищен. Получите новый. Вещи, я тоже надеюсь, отыщем. Кстати, у вас были часы? Да. Золотые часы. Фирма Заря. С браслетиком. Муж подарил. Вот сорвал. Спасибо.